Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях переводчица Юлия Моисеенко. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Галина! Расскажите немного о своей профессии, как давно занимаетесь этим делом и какие книжки попали к вам в руки? Я занимаюсь художественным переводом с 2002 года и перевела, сейчас уже сбилось со счета, но более 30 книг. Они были в самых разных жанрах. Это была фантастика научная, это было фэнтези, это исторические романы, детские романы, сказки. Была альтернативная проза в серии очень много и классика. Наверное, основной вот это. Ну, одна из нашумевших книг недавнего времени – это «Голодные игры». Вы ведь являетесь ее переводчицей, правильно? Вторая часть, да. Вторая часть из этой трилогии «Вспыхнет пламя» попала ко мне в руки, когда она уже… Эта трилогия уже была популярна в России, и пираты торопились выкладывать свои версии переводов в интернете. То есть, соответственно, пришлось работать очень быстро, оперативно. И, ну, к моему счастью, просто оказалось, что автор не заигрывает слишком с языком, не было слишком сложных каламбуров, каких-то игр, не было сложных реалий. У него достаточно живой, красивый, но достаточно простой язык, с которым было приятно работать. Сама книга мне понравилась, потому что сначала я как-то отнеслась со скепсисом, что это попса, скажем так. Но на самом деле вчиталась, на самом деле она мне понравилась, она достаточно злободневна. То есть она все-таки отличается сильно от обычной попсы, которая существует в мире. Она не уводит читателя от того мира, в котором он живет. Для переводчика «Мало времени» – это сколько? Ну, вот эту книгу пришлось делать за месяц. А обычно сколько уходит времени? Обычно на нее могло уйти даже полгода. А с чем это связано? Ну, когда стараешься, то есть ищешь… В других книгах приходится много искать реалий, которые относятся к нашей жизни, или к другой эпохе, к другой стране. Или бывает много цитат. Вот в книге «Иллион», например, было очень много цитат, причем многие были без кавычек, и авторы это были не настолько на слуху. То есть здесь был Пруст, здесь был Вергилий, Овидий. И найти без кавычек цитату, которую надо было почувствовать в тексте, что фраза звучит как-то не так, она откуда-то явно взята. И потом искать в источниках, очень много в бумажных приходилось искать, в библиотеках. Ну, то есть месяц, наверное, ушел только на поиск цитат для книги «Иллион». То есть такие бывают сложности. Как вы работаете с песнями? Ведь уникальный язык другого народа все-таки сложно перенести на русский, хоть и богатый тоже словесный язык, но все-таки с другим ритмом. Приходилось подстраиваться. То есть слушаешь, включаешь, слушаешь настроение певца, как оно звучало. Это у Стивена Кинга в Томинокерах там часто цитируются песни, какие-то панковские, вот «Металл», 70-е годы. И, конечно, все незнакомые. То есть приходилось сначала, ну, не знаю, может, час, может быть, больше просто крутить одну и ту же песню, смотреть в глаза исполнителю, и потом просто, когда проникнешься уже его настроением, то выдавать. Но я, конечно, сохраняю всегда ритм, я стараюсь это. Для меня это важно. Помимо популярной литературы, к вам в руки попадают и классические произведения, например, Эрнест Хомингуэй. Эрнест Хомингуэй мне очень понравился. Это малоизвестное в России произведение «Пятая колонна», была пьеса. И вообще это мой любимый автор. То есть я с удовольствием взялась за него, потому что я его много читала, и опять же чувствую вот тот язык, который, ну, как я его почувствовал, по крайней мере. То есть мне не приходилось сильно вживаться в его мир, потому что он незнаком. Здесь был очень необычный герой в этой книге, который говорил на, как сам Хомингуэй написал, на неописуемом английском. Это человек, который живет, ну, он иностранец, он пытается выдавать себя за образованного человека, хотя сам он там довольно безграмотный. И он откуда-то нахватался словечек очень-очень и каких-то красивых оборотов, старинных, заумных. И он вплетает их в абсолютно безграмотную английскую речь. И вот это нужно было передать. То есть и безграмотность, и неописуемость вот этого языка. Тут, конечно, вот с этим персонажем было много кайфа. То есть попасть. Я каждую фразу пересылала знакомым и спрашивала, хотя бы, хоть чуть-чуть, понятно, о чем речь или нет. Потому что там надо, просто читая его, надо вообще понять, что он имеет в виду. А он имеет в виду, например, что шел по коридору и унюхал запах еды. И он такими оборотами на несколько строчек это выражал. И, конечно, было весело. Потом мне было интересно сравнить с существующим переводом, насколько работала в свое время цензура. Даже с Хомингуэем, хотя казалось бы, уж вроде бы нормальный советский автор. Но на самом деле вырезали очень много. И фактически из этой пьесы, как по моему мнению, вырезали именно все то, что делало ее содержание. Все то, что создавало настроение, смысл этой пьесы. Самые страшные места, которые действительно шокируют современного читателя, это обращение с фашистами. Потому что к фашистам отношение было не самое гуманное, если верить этой книге, а я ей все-таки верю. И сцена допросов, сцена пыток ночных. И потом сам герой, который в этом участвует, насколько ломается он. Потому что он борет за справедливость, он это понимает, он спасает мир от зла, но при этом его душа колечится абсолютно. Вот это все было убрано, и вообще было непонятно в советском варианте, о чем он, собственно, мучается, этот мальчик. Почему он не может создать любовь, почему он не представляет себя в мирной жизни абсолютно, в послевоенной. Просто он пришел, он ушел, он поругался с девушкой, почему он поругался, не ясно. Так что очень интересна была книга, хорошая. Елена, для вас, как для переводчика, проще работать с каким-то новым изданием, то есть книжкой, которая еще не была перевезена на русский язык, или если есть уже какие-то ориентиры, может быть, советского времени, или каких-то других переводчиков? Конечно, легче работать с чем-то новым, потому что всегда вот эта ответственность, это стоят за спиной другие люди и заглядывают, и ты понимаешь, что будут сравнивать обязательно под лупой. И, конечно, приходится работать, глядя всегда на чужой перевод, глядя, чтобы стараться сделать как-то не хуже. Если это творческий текст, значит, можно всегда выкрутить, как-то по-другому фразу построить, но что, чтобы опять не обвинили в плагиате в каком-то. И всегда стараешься сделать не хуже. То есть, конечно, приходится прыгать через кого-то. Это всегда сложнее, чем делать заново текст. Вот вы уже сказали о плагиате. Как в переводе можно отличить плагиат? Ведь текст один и тот же исходный. Это исходный текст один и тот же. Но сейчас дайте вот этот текст другому переводчику. У него совершенно будет другой вариант. И я люблю говорить, дайте мне этот текст через пять лет. Это будет совершенно другой текст. Абсолютно очень многое зависит от личности переводчика, от его настроения, от, скажем, отношений с противоположным полом, отношений с родителями, отношений к иностранцам. Мой начальник любит рассказывать, Владимир Игоревич Баканов любит рассказывать эту историю, как две знаменитые маститые переводчицы, обе мастера перевели один и тот же рассказ. Одна как лирическую, нежную историю несбывшейся любви, а вторая как общение завзятого ловеласа и стареющей кокетки. Это один и тот же текст. И невозможно придраться ни к одной из них. Просто было разное настроение у переводчицы в этот момент. Так что текст очень сильно зависит от личности, от настроения, от того, в каком состоянии человек переводил. У меня был текст Чака Паланика, «Кто все расскажет». Очень интересная книга, очень своеобразная. Вот тут как раз автор просто изгалялся с языком. Он закручивал такие каламбуру и такие обороты, которые, как я подозреваю, надо в измененном состоянии сознания было. И писать, и надо было переводить. Но меня в этот момент выручил мой ребенок. Он у меня родился, он у меня был еще грудным в то время. Он практически не давал спать. И он создал вот это состояние измененного сознания. То есть когда я только ложилась, он начинал плакать, я вставала. И вот, вот как надо написать эту строчку. То есть только вот в полусне, только вот в этом состоянии можно было переводить. А не будь у меня тогда ребенка, я не знаю, как бы я это перевела. Как бы я выкрутила все эти шутки и игры. Если говорить о достаточно громкой истории, когда книги о Гарри Поттере сначала мы видели в Росмановском переводе, затем выкупили другое издательство права на него. И поклонники начали, скажем так, плеваться от тех слов, которые они увидели. Вот как вы относитесь к этой ситуации? Насколько часто она вообще возникает в переводческом мире, скажем так? На самом деле это нормально, когда серия раздается разным переводчикам. Если вы об этом, что в разных книгах по-разному переводилось, но опять же это скорость играет роль. И если дают разным переводчикам, которые живут в разных городах, кто-то в Казани, кто-то в Москве, кто-то сидит в Рязани, допустим, и делает одновременно эту книжку, то каждый вкладывает свое, каждый видит, хочет он говорящие имена переводить, не хочет. Опять же, разные личности, разного возраста бывают люди, разного пола, у каждого свои отношения. И когда слишком большая скорость, опять же, скорее всего, из-за пиратов, она нам навязывается, то получается так, что люди не успевают состыковать. Поэтому я коллег осуждать не могу. Тем более, что я, честно, еще не читала. Вот у меня как раз ребенок просит, и на днях, наверное, начнем с ним читать Гарри Поттера. Поэтому кто-то перевел, говорящий мне, а кто-то нет. Это нормально. И то, что не успели состыковать, это все-таки проблема, как я считаю, непереводчиков. То есть это могли заняться редактор, еще кто-то могли сверить. Если говорить об именах и фамилиях, есть ли какие-то нормы перевода, которыми вы пользуетесь, или это дается вам на откуп? В последнее время считается, что не нужно переводить говорящие имена. Раньше это все-таки чаще происходило. Раньше больше было свободы переводчиков, в том плане, что было меньше, скажем так, полуграмотных пользователей. Потому что мне иногда приходили такие, что я знаю всего пять слов по-английски, но я уверен, что вы вот это слово перевели не так. И приходилось отвечать, что тогда, если вы будете переводить фразу «мой нам из Вася», переводите ее просто «моё имя есть Вася». Потому что человек, который знает три слова по-английски, он тоже вам может ткнуть и сказать, что вы перевели недословно. Это именно в последнее время, в последние годы пошла такая тенденция, что нельзя трогать говорящие имена, нельзя менять что-то, чтобы было, например, более читабельно, для русского уха более привычно. Потому что обязательно найдутся люди, которые сядут со словарем и скажут, нет, переводчица вот тут ошиблась. Раньше, например, существовали такие переводчики, как Борис Захадыр, который работал вольно, красиво. Это называлось пересказ, но зато и это читается, и будет читаться десятилетиями. То есть сейчас больше подстрочный перевод ценят? Сейчас, да, к сожалению, именно требуется от нас вот это, все как можно ближе сейчас к подстрочному переводу. Если раньше нормой именно считалось написать так книгу, как если бы она была написана полностью на русском, то сейчас уже нам говорят, нет, надо писать так, чтобы все-таки немного чувствовалось, что это написал американец, испанец и так далее. Чуть-чуть уже отстраняться от нашего языка. И поэтому, да, уже говорящие имена стали не в моде. Если говорить о юморе, все-таки он специфичен и для каждого народа, и для каждого языка. Как здесь быть? Да почему? Юмор и есть юмор. Нет, я считаю, что он везде одинаков. Просто, ну да, слова. Слова. Но тут есть такая замечательная автор Нора Галь, написавшая буквально Библию всех переводчиков, слово «живое и мертвое» книга. И там она говорит, что если вы уже совсем не можете передать какой-то каламбур, игру слов, хорошо, оставьте это и сделайте через строчку в другой фразе рядом. Но количество юмора должно оставаться. Вот так, да, так иногда приходится поступать. Но в основном я юмор все-таки стараюсь, где я его чувствую, там я его стараюсь и передавать. Это вот как раз тоже, наверное, мой конек, передавать именно эмоции в тексте. Что если я читала оригинал, у меня побежали мурашки вот по этой руке, то у читателя должны побежать в эту же минуту по этой же руке. Ведь если у меня навернулись слезы, у читателя должны навернуться слезы. Если я напугалась, например, и даже испытала отвращение, например, я все-таки стараюсь это все... Вот именно это для меня важно, чтобы читатель чувствовал. Поэтому смех – это смех. Просто улыбка – это улыбка. Если он должен гоготать и будить соседей, я постараюсь так, чтобы он гоготал и будил соседей. Спасибо большое, Юля, за увлекательную беседу, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Юлия Моисеенко, переводчица. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова